Фаршированные куриные ножки Фаршированные куриные ножки Убираю вот так пальцем всю пленочку В этих местах нам надо ее аккуратно посрезать Она здесь довольно-таки крепко держится Вот от всех этих жировых пленочек Аккуратненько так А здесь в принципе ножей пальцем пойдет везде Единственное место это вот это вот на сгибе, на суставе Делать надо аккуратненько все, чтобы не порвать нашу кожицу Потому что образовавшийся из кожи чулок Мы и будем фаршировать Все эти пленочки жировые, которые мешают нам снимать Можно подрезать Можно пальцем И не получается пальцем работать и ножом Снимаем мы вот так до сустава Дальше берем Просто перерезаем с устала Теперь берем И аккуратненько выворачиваем Кусочек попался У нас получается Такой вот чулочек Который мы и будем фаршировать Чулочков этих я уже заготовил 6 штук Потому что буду делать 6 порций Но смысл показывать все это нет Поэтому я его показал на примере одного чулочка Значит дальше мы снимаем мясо С образовавшегося окорочка Который у нас пойдет на фарш Вот так прям снимаем мясо Оно у нас будет прокручено через мясорубку Все что нужно нам было отсюда мы забрали Вот у нас получилось Вот такие вот кусочки филе Которые мы будем пропускать через мясорубку Для получения фарша Ну и вот Такие вот остатки Значит переходим ко второму этапу Теперь вот мы уже смололи наш фарш на мясорубке Я вам просто этого не показывал Это бессмысленно Мы будем резать шампиньоны Шампиньоны у нас тоже пойдут в фарш Поэтому резать будем очень мелко А дальше они сами уменьшатся Когда из них выйдет весь сок Вся жидкость Потому что как известно Семки грибы очень сильно ужариваются Ну примерно Вот так мы будем нарезать наши шампиньоны Убираем их В кастрюльку И тоже убираем Чтобы они нам не мешались Раз мы сразу решили делать Гарнир Вот они мы сделаем Просто из картофеля Запеченного в духовке Ну да будем накладывать Под низ наших ножек Просто нарежем его Вот так вот кольцами И будем ему стилать Дно формы для запекания Так, картофель у нас тоже готов Теперь нам понадобится Любой твердый сыр Который плавится Вот у меня это шляпский Можете использовать абсолютно любой И надо просто натереть на терке Ссылку натерлю Он тоже пойдет в наш фарш Ну и осталось нам Порезать зелень Укроп, петрушка И зеленый лук Укроп с петрушкой порезали Переходим к зеленому луку Так, я думаю Будет больше, чем достаточно После того, как мы нам фаршируем Наши куриные ножки У нас останется еще очень много фарша Поэтому я советую его Либо просто заморозить Либо приготовить из него сразу Следующие вещи Из него можно приготовить пирожки Или, как я в данном случае Буду потом делать пиццу Даже не заморачиваясь На изготовление теста Я куплю магазинное тесто И у меня уже будет готовое начинка Курица, грибы, зелень и сыр Чебники Вот, лучок мы тоже наш порезали Переходим к следующей стадии Готовки фарша Будем его обжаривать Начинаем обжаривать наш фарш Зажгем огонь Нальем масло И подождем, пока разогреется сковородка Ну вот, сковорода уже, по-моему, подразогрелась Выкладываем наш фарш И, соответственно, начинаем его обжаривать Сейчас мы не солим Не перчить фарш не будем Сделаем мы это, когда будем его смешивать Нам еще нужно будет отдельно обжарить грибы Потом это все остудить Смешать Смешать с зеленью и сыром Чтобы сыр не начал плавиться Здесь, пока мы не начинили еще этим все ножки Тогда мы уже и посолим и поперчим Фарш можно жарить как и до 100% готовности Так и до полуготовности Если вы будете потом жарить котлеты на сковороде Лучше обжарить до полной готовности Если вы будете их запихать в духовке Ну, без разницы Можно до полуготовности Можно до полной готовности Я их тоже чуть-чуть фарш сделаю недожаренным Ну, вот фарш у нас еще чуть-чуть сырой Даже, как видите, жидкость с него ушла со сковородки Но мы его снимаем Жидкость нам не нужна Забираем отдельно фарш Жидкость сливаем в раковину Вот, значит, фарш полусырой мы еще сняли уже Теперь будем обжаривать наши грибы А фарш не будет остывать Значит, разжигаем огонь И повторяем все то же самое Только с грибами Грибы будем добавлять по партиям Сейчас сок из этих выйдет, они усядут Потом добавим дальше грибы А то просто все не поместятся за раз Ну, грибы начинают уменьшаться в размере Отдавая свою влагу Можно добавлять еще грибы Ну, вот уже из грибов наших Вся влага выпарилась Она нам не нужна Сейчас еще буквально пару минут И тоже грибочки с огня снимаем Все, грибочки тоже снимаем И тоже их отправимся остывать Все, сковородка нам больше не пригодится Вот мы смешали все ингредиенты нашего фарша Напомню, это жареный куриный фарш Жареные шампиньоны Сыр, любой твердый, который плавится В данный момент ошлянский Зелень, укроп, петрушка И зеленый лук Теперь нам надо это все хорошо перемешать Посолить и поперчить Парша останется у нас очень много Попробуем на соль Совсем чуть-чуть еще можно посолить Начинаем фаршировать Это берем наши получившиеся из кожицы чулочки И чайной ложечкой аккуратненько засыпаем в них фарш И трамбовываем только пальцами Ни в коем случае не ложкой, чтобы не порвать кожу Если вы котлеты будете жарить Утрамбовывать сильно нельзя Потому что при жарке кожица может лопнуть При запекании чуть попроще с этим При жарке Данные котлетки надо будет сшивать Но при запекании Я думаю мы обойдемся Просто сворачиваем их конвертиком Мы аккуратно их уложим И тревожить в принципе не будем Все это время они будут запекаться Попробуем так Ну может быть Я так думаю Уже для того, чтобы 100% все было надежно Заткнем зубочисткой Вот так зафиксируем Думаю будет достаточно По такому принципу Фаршируем все оставшиеся ножки Теперь будем готовить гарнир Для этого смажем любым маслом Ротвень наш Форму для запекания У меня это обычное подсолнечное масло В данный момент Можете смазать кому как им нравится И выкладываем нашу картошку Теперь мы нашу картошку чуть присолим Размешаем ее здесь Чтобы присолилась равномерно Все Сверху мы будем выкладывать наши ножки Ну вот наши ножки уложены И ждут Пока духовка разогреется до 200 градусов Чтобы в нее отправиться на 30-40 минут Ну если уже прям готовый фарш внутри То можно и меньше Ну лучше делать побольше Чтобы картошка успела подготовиться Если вдруг Картошка не успеет к этому имени приготовиться Можно просто вынуть ножки Доготовить картофель Ну и потом подавать все вместе И вот сколько у нас еще осталось фарша Довольно таки много Фарш мы заморозим И я может быть даже на следующий раз Покажу вам как приготовить из него пиццу Пирожки или еще что-нибудь А там уже фантазируйте сами Ну вот духовка разогрелась Примерно 230 даже градусов Уже 220 надо уменьшить чуть Нагрев И убираем в духовку нашу форму для запекания Ждем минут 30 Потом проверяем Если нормально вытаскиваем Если нет то допекаем Мы вытащили из духовки Наши готовые ножки с картофелем Приятного аппетита Приятного аппетита